Всем привет, мои хорошие! Ну что, сегодня у нас будет макияжное видео. Кто не знает и не подписан на бусте, у меня тут обсыпала аллергия. Я пью таблетки, но они не помогают. В общем, ждём понедельника и идём к врачу-аллергологу. Аллергия у меня на ногти, на вот эти вот все гели, наверное, да, на пыль, скорее всего, которые вот когда делают отпилы. Итак, в любом случае я ходила на работу, украсилась. Я ходила на работу 7 дней подряд по 11 часов. И, конечно, это тоже ещё повлияло, прям немножечко усугубило. Вот вчера была выходная, но сегодня легче особо не стало. Завтра я ещё... А, ну, точнее, сегодня я выходная ещё. А, возможно, завтра чуть-чуть полегче станет. И я пойду... Ну, естественно, понедельник я пойду к аллергологу. Так вот, сегодня у нас будет видео макияжное. Сегодня у меня один день выходного остался. У меня в планах просто посвятить этот день максимально съёмкам видео. Хотя и домашним делам в том числе. В общем, я вам аж 6 марта показывала распаковку с сайта Рандеву. Я тестирую... До сих пор я тестирую Амуаж Аромабокс. Кстати, я, наверное, его протестирую. Где-то у меня этот самый... Амуажец один пропал. Я его носила. Love Mimosa. Значит, я протестирую... Сниму про Амуаж видео. И, скорее всего, разыграю этот Аромабокс на Бусти. Среди подписчиц на Бусти. Дальше. В общем, сегодня будет у нас макияж. Я заказывала тени Жаде. Тени... Я с ними вообще знакома. Они у меня есть и были. Абсолютно старые. В старой... В старой упаковочке. Я планирую вот именно эту четвёрочку заново приобрести. Эту выкинуть. Всё-таки у неё уже прошёл срок годности. Но, честно признаться, я ей и не пользовалась с тех времён, да, когда срок годности-то исчез. И вот такой вот бесподобный коричневый. Вот этот оттенок я долго выбирала, выбирала и выбрала. Заказывала на рандеву, потому что доверяю этому сайту. Потому что на Валберес творится. И на Озон в том числе. Творится вообще что-то невероятное. Все мы знаем. И поэтому я решила, что если я и буду покупать, то только на рандеву. Потому что на Валберес просто подделки, 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 подделки. Всё. Вообще никак не застрахован покупатель от того, что ты купишь неоригинал. В общем, вот такая прекрасная палеточка. Сегодня мы сделаем с вами макияж с помощью этой палетки. Ещё я на рандеву заказала тушь Нинель с огромной фибровой щёткой. Правильно же фибровая, да? Она делает невероятные ресницы, очень объёмные, очень подкрученные. Пользовалась ей несколько раз. В общем, сейчас будет у нас с вами макияж. Я, как всегда, делюсь с вами своей личной скидкой на 10%. Это 10 ясютина. Скидка действует при покупке от 2,5 тысяч рублей. Суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Естественно, вы можете покупать не только парфюмерию и косметику, но и уход, крема. В общем, всё, что есть на сайте, всё можно купить со скидкой 10%. Плюс скидки сайта, всё это вместе суммируется, и можно, знаете, и до 40% урвать скидочку. Ну, а мы с вами будем делать макияж. Я нанесла уже тон люкс визаж. Кстати, тон люкс визаж, это, знаете, даже не тон, это как биби-крем. Он очень прозрачный, так как другого у меня, по-моему, нет ничего. Он мне не перекрыл мои какие-то такие высыпания. Хотя я пыталась немножечко даже консилером Топ Фейс пройтись. Брови я уже нарисовала и карандаш, и сверху гель для бровей цветной. Ну, а сейчас давайте, наверное, я сначала накрашу ресницы, потому что эта большая кисть, она мне выпачкает века. И, как сказать, эта большая кисть, она очень хорошо подкручивает. Если я буду аккуратно ей красить, чтобы не выпачкать тени, она мне достаточно не сделает вот этот эффект подкручивания. В общем, давайте посмотрим, насколько она может увеличить реснички и подкрутить их. Старые тени от Жадея убираю. Сегодня, кстати, еще будет у меня покраска волос. Я тонировала маской розовой. Везде оттенок смылся, а вот здесь у меня он чуть-чуть въелся в волосы. Мне в салоне смывали специальным шампунем, который вымывает даже вот прямые пигменты. Смыла хорошо, но все равно какая-то часть осталась минимальная. Ну и, в общем, я буду красить специальной краской. Я нашла у Лонды, не знаю, что за краска, увидела первый раз. Нашла, в общем, именно для блонда, который подтягивает желтизну. Будем пробовать. Краска аммиачная. Краска наносится на 10 минут максимум, по-моему. И наносится только на то место, где нужно подтянуть. И потом эту краску можно проэмульгировать и разнести по всем волосам. В общем, будем пробовать, будем тестировать. А я беру тушь Нинель. Эту тушь я заказала на рандеву, знаете, потому что... Я ее помню еще по школьным временам. И девчонки, которые ей пользовались, я ей не пользовалась, имели просто какие-то, ну, колоссальные реснички. Очень красиво подкручивает, увеличивает. В общем, буду наносить эту тушь. Так, я еще купила кое-что из одежды. Я купила блузу. Я купила лонгслив, наверное. Ну, знаете, водолазка без горла, скажем так. Вот. И блузку от... Я хотела купить блузку на распродаже от Гипюр. Я не взяла, я ее сдала. Потому что она была, знаете, вот тональный крем. Вот кто-то прям мерил, засунул в пакет прям с двумя темными вот такими волосинами. Я открыла этот пакет в пункте выдачи. Я поняла, что я не хочу это мерить. Хотя цена была, ну, безумно вкусная, скажем так. Но я не захотела. Знаете, вот этот дезодорант, она черная была блузка. Такая вот шифоновая дезодорант, знаете, с подмышками. Вот, видимо, снимали вот такие вот прям полосы. Фу. Я думаю, нет, не хочу я ее мерить. А как бы я ее постирать не могу, на ней этикетка. И вообще, зачем мне мне после кого-то стирать? Думаю, да, ну, прикольная, да, классная цена. Супер классная. Ну, будут еще хорошие блузы. Ну, в общем, один слой туши. Так что еще, наверное, сегодня я сниму, покажу вам одежду. Какую я прикупила. На бусте, конечно, тоже я обязательно воду. Два дня мне не было. Ну, вот, видите, как-то так. Все повыпачкивала. А, кошмар. Итак, я нанесла в один слой тушь. Теперь я беру тени. Я в последнее время очень часто вижу на просторах YouTube тени ЖД. Я не знаю, ну, то есть, это как бы марка, которая давным-давно выпускается. Почему? То ли я купила. И, знаете, есть такой интернет видит. Какой-то запрос. И начинает тебе потом то же самое показывать. То ли что. То ли все начали покупать эти тени. Я не понимаю. Здесь, значит, открывается она магнитная такая вот палеточка. Цвета вот такие. То есть, как бы вот эти вот блестящие, вот эти вот, да, три оттенка. Они довольно нежные. Касаемо вообще палетки. Это палетка люкс. Пигментация нанесения, как у люкса. То есть, это не какая-то палетка такая нашумевшая, популярная, дорогая, молодежная, где суперяркие оттенки, где, если это блеск, то это невероятный глиттер, когда все переливается, горит. Нет, это палетка про, знаете, на глазах, как люксовая палетка. Все очень чинно, благородно, полупрозрачно, красиво, элегантно. Это все-таки палетка, ну, кто любит так краситься для молодых девчонок, и все-таки для 35 и выше, мне так кажется. Потому что иногда, ну, вы не накраситесь какими-то яркими тенями розового цвета, да. Это просто будет выглядеть, ну, смешно. Вот эта палетка очень хорошая. Я возьму кисти свои. Я, наверное, знаете, сегодня не буду наносить базу под тени. Тени хорошо держатся. Можно нанести базу, чтобы сделать их ярче, но я не буду этого делать, потому что я хочу вам показать, как они, ну, в действительности работают. Я набираю вот этот очень красивый оттенок. Он такой коричневый, нежный, даже какой-то с розоватым подтоном. И я прорабатываю именно этим оттеночком складочку века. Посмотрите. То есть цвет есть, цвета много, пигмента много. Только этот пигмент, он не кричащий. Он очень-очень благородный. Очень красивый, кстати, оттенок. Я сейчас часто, даже если не использую вообще вот эту палетку тени полностью, то именно вот этот оттенок я использую, чтобы проработать складочку века. Мне очень нравятся эти тени. Я еще раз буду их покупать в другом оттенке. Четвертушки, однушки, если найду. Но однушки там в основном такие вот блестящие. Очень-очень красиво. По поводу вот этих вот тех самых, точнее, блестящих оттенков. Выглядят они просто, видите, как вот блестит и блестит. Казалось бы. Но внутри это не перламутр. Внутри есть мерцающие, очень-очень мелкие мерцающие частички. Это так красиво выглядит. Это выглядит очень дорого. Это действительно выглядит дорого. Правда, как люксовая какая-то палетка. Цена, честно признаться, я не помню уже. Но, знаете, от 1800 там где-то до 2200. Вот как-то так. 2300 варьируется эта палетка. Ну, здесь, в общем-то, и 9 оттеночков. Вот таким вот образом. Я, наверное, еще сегодня сделаю стрелочку, чтобы глазки мои были чуть больше, чуть ярче. Скажем, даже не больше, а ярче. Нижнее веко мы можем проработать красивым оттенком. Посмотрите. Он такой вот прям уходящий в кожу. Цвет не яркий, но он хорошо оформляет ваши глаза. Теперь я беру... Какой возьмем? Давайте красный возьмем. Вот этот... Что это за цвет? Плоская кисть. Кстати, эта плоская кисть вообще заявлена как кисть для консилера. Это, по-моему, Wet n Wild. Да. Ну, мне удобно ей наносить тени. Такой красно-кирпичный оттенок с большим количеством блесток. Смотрится, конечно, очень нарядно, ярко. Самый уголочек я не довожу, потому что там будет светленький оттенок. Ну, вот этот самый яркий, наверное. Вот красный, вот этот, вот этот красный. Они, конечно, яркие, да. Здесь, вы видите, можете сделать более такой... Более натуральный, что ли, макияж. Кстати, вот этот оттенок розовое золото. Он, на самом деле, выглядит очень-очень нежно на глазах. Но если вы хотите поярче, то есть эта палетка предполагает и поярче, в том числе, макияжа. Наносим на второй глаз то же самое. Теперь я немножечко границу прохожу красным. Однозначно нам потребуется подводка черная, чтобы как-то, знаете, очертить глаз, сделать его более выразительным. Когда мы наносим черную подводку и очерчиваем линию, да, вот межреснички, скажем так, тем самым глаз наш не выглядит красным из-за красных теней. Так что не бойтесь красных оттенков, просто используйте черный карандаш, либо черную подводку. Так, сыпятся. Обсыпаются вот эти вот, которые рыжие с блестками. Когда я наношу красный поверх этих теней, вот чуть-чуть, да, может подсыпаться. Ну, это, в принципе, не критично. Я просто убираю кисточкой и все. Теперь я беру черный цвет и прохожусь внизу даже по межресничке. Вот таким образом. Также я хочу немножечко добавить черного цвета в сам уголочек. Ну, не в уголочек, а во внешний уголочек, так правильно сказать. Потом, конечно же, мы это все подтушуем. Так, ну что, в уголочек, наверное, давайте вот это розовое золото я положу. Не буду я слишком светлый цвет добавлять. Белый, да? Но вот это розовое золото, оно очень-очень красивое. Я вам потом сделаю сводчи на эти тени. И еще раз я пройдусь тушью. Чуть-чуть пройдусь тушью по верхним ресничкам и накрашу нижние. Потом мы с вами добавим румян, добавим помаду и на этом все. На этом наш макияж с вами готов. Тени, конечно же, шикарные. Одно удовольствие им пользоваться. И, как видите, красный оттенок я смешала с черным и получился. Я его прям действительно, знаете, можно сказать, между собой перемешала. И получился вот такой вот бордовый практически цвет. Тушь, конечно, потрясающе подкручивает реснички, удлиняет. И объем достаточный дает. Хорошая тушь. При возможности я еще раз ее повторю. Отличная тушь. Знаете, возьму вот этот цвет, цвет тонального крема, да, так сказать, цвет пудры. И я подчищаю границы растушевочки. Тоже очень важный, кстати, цвет. Главное, что он не прозрачный. То есть им реально можно подчистить где-то, где, как бы, такая неровная растушевка пошла. Вот здесь подчищаю. Здесь у меня прыщичек просто такой вот, знаете, здесь вот нечто красное. Но это аллергия. Все, мои хорошие. С глазами я закончила. Сейчас мы нанесем помаду. Даже, знаете, наверное, не столько помаду, сколько я возьму гигиеническую помаду. Я возьму карандаш. Карандаш я возьму Vivienne Sabor в 103-м оттеночке. Все губы слегка закрашу. Стараюсь сделать не суперяркие губы. Ну и, конечно же, немного румян никогда не помешает. Румяна возьму вот такого цвета. Такая, знаете, увядающая роза или вот нечто похожее. Коррекцию лица делать не буду. Лишний раз, знаете, нагружать. Все-таки аллергия, как ни крути. Все, мои хорошие. Вот такие вот глазюки получились. Давайте, может быть, я приближу. И ресницы у нас такие прям большие, да, мне кажется, хорошие. И вот очень красивый цвет, такой кирпичик с блестками. Внутри немножечко розовое золото. Здесь вот эти вот блестки. Красный в черный переходит. Здесь я немножечко каял темно-темно-серый добавила. Губы. Ну, в общем, как-то так. К зеленым глазам очень красиво вот этот вот кирпичный цвет. Голубым будет еще красивее. Ну, и коричневому оттенку глаз тоже подойдет. Так, теперь давайте я сделаю свотчем. Начнем мы со светлых оттеночков. Причем, посмотрите, вот этот вот бежевый, он практически прозрачный. Но как он красиво все-таки смотрится на глазах. Его видно, и он прям красивый. Вот то, что нужно. Не темнее, не светлее, не чуть более коричневатый был бы он. Уже не то. Все-таки какой-то вот есть в нем а-ля розовенькое, что-то такое нежное. И очень красиво вписывается в кожу. Теперь мы наносим шиммерные блестящие оттенки. И посмотрите, вот этот, кстати, очень красивый цвет. Я им не пользовалась еще. Красный, черный. Ну, черный, конечно, очень черный. Можно даже подводку, в принципе, прорисовывать. Посмотрите. Вот такая вот чудесная палетка. Смотрится она красиво, дорого. Если сделать макияж с вот этим вот нежным розовым оттенком или золотым. То есть вот в этом оранжевом все-таки есть такие крупные блестки. Но это все-таки праздничный, яркий макияж здесь. И, знаете, предполагался и цвет такой яркий, не совсем повседневный. Все-таки даже золотой можно обыграть более повседневно, да. Вот, значит, и туда добавили блестки. Вот он совсем такой праздничный. А вот этот розовое золото оттенок или даже золото, если мы не будем использовать вот этот красный оттенок, то вся остальная гамма довольно такая классическая и выглядит очень красиво. Не ярко, не очень вычурно, очень красиво выглядит. Черным цветом можно прорабатывать даже не столько складочку, там уголочек, да, внешний уголочек, как можно нарисовать стрелку. Очень красивые тени. Я ими безумно, безумно довольна. Я ими пользовалась. Вот, кстати, почему-то, да, не воспользовалась вот этим оттенком. Можно, в принципе, вот этот персик взять, коричневым затемнить, немножечко черного и все. И готов такой вот прям ежедневный макияж. Храню в коробочке пока, что мне так просто нравится. Вот, очень-очень я люблю это качество, знаю я это качество и знала. И, в общем, наверное, буду продолжать покупать. Нет, нет, баловать себя вот такими тенями именно у Джаде. Ардеко еще хочу. Ну, в общем, много чего хочу про вопросы, да, что хочу, да, много чего я хочу. Тушь тоже превосходная мне, она безумно-безумно нравится. Буду дальше ей пользоваться и буду ее при возможности повторять. Ну, а, как всегда, для вас скидка 10% внизу в описании в инфобоксике, 10% на сайте Рандеву, 10% Есютина. При покупке от 2,5 тысяч рублей суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. И, кстати, действует до 31 декабря 2023 года. Все, мои хорошие, вся информация, как всегда, внизу. Тени я ложу, кладу на место там, где у меня небольшие, да и большие, палеточки теней. Макияж мы с вами сделали. Теперь следующее видео я буду сразу здесь и сейчас снимать, потому что я не знаю, что будет с моим лицом. Может быть, что-то хуже станет. Хотя я надеюсь, что лучше. В общем, знаете, как аллергия борется со мной, я борюсь с аллергией. Посмотрим, кто кого. Я отступать не собираюсь. Так вот, ароматное видео следующее будет. Ждите. Я не знаю, когда я его выложу. Возможно, через день, через два. Но обязательно выложу. Знайте, что я в этот же день снимаю для вас еще очень-очень классное парфюмерное видео. Все, до встречи. Всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно на Бусти. Там сейчас тот контент, который, возможно, скоро уйдет, потому что, возможно, скоро уйду я с работы. Я там на работе, потому что YouTube блочит музыку. Значит, Бусти не блочит музыку. Я могу там прекрасно снимать. Показываю, как я одета ежедневно, какой на мне макияж, какие на мне ароматы. В общем, разбираем, показываем. Там стоят у меня ароматы, наверное, в конце февраля. Наверное, я их уберу, не буду я ничего про них снимать. Стоят у меня здесь ароматы, наверное, за половину марта. Я не знаю, когда это все мне снимать, честно. Возможно, за месяц потом отсниму. Не знаю. В общем, подписывайтесь на Бусти. Там вы будете видеть все здесь и сейчас. Ежедневно практически там выходит видео. То есть я могу там дня 3-4 постоянно снимать. Вот, по-моему, вчера не было видео и сегодня не было. Но завтра обязательно будет. Все, мои хорошие. До новых встреч. Пока-пока. Вся информация в инфобоксике.